всем большой привет у нас закончился сезон активного использования сельскохозяйственной техники сейчас больше работаем руками тяпками да и уже не наконец-то появилось время всю ее осмотреть провести техническое обслуживание и по окончании весны я всегда с содроганием жду его вердикта по поводу замены тех или иных запчастей потому что именно на вот этот мини трактор все комплектующие запчасти невероятно дорогие а еще и поискать их надо в общем хочешь или нет а вот это дело и мне приходится познавать и вникать в него я знаю сколько стоят у техники колеса я знаю что вот эти ножи на фрезе уже не лучшие и они называются золотой коготь и стоит они как будто покрыты по золотой да и в принципе все проблемные моменты с техникой я знаю женя меня всегда в них посвящает и решаем все эти проблемы вместе еще есть проблемы да надо вот здесь дырку пишет болтайцы это закусывает час будет работать если крыло задние будет залом эти надо ее выровнять не наискосок было ровно сюда надо гайку приварить такую более-менее или втулочку если надо сваркой короче приварить ее маленько заровнять и вот этот вот маленький на будет подогнуть чуть-чуть до наши уже чуть-чуть 40 может быть всего ты хочешь сказать что нажим менять пора да это вот сезон если еще отходит то хорошо они уже скоро острые будут он лопаток уже нет почти что надо новые покупать не пугай меня ничего страшного 1040 всего стоит в это японские если чистые колеса вот задние колеса покупали корейские хорошие резины она маленько поуже наши бриджстон родной но все равно более-менее она хотя бы не репается держится хома листа хотя бы не надо нет вот передние колеса вот пожалуйста китайские колеса вот она ему сколько возраст 23 года максимум все паре полос боковые репается возможно где там такая будет репина что и камера вылезет то есть это вот буквально не знаю еще сколько может до конца сезона чуть-чуть походите все новые колеса вот еще проблем у нас вот стакан вот бортовая стоит вот стакан сальник накрылся да возможно подшипник подразбила люфт пошел и сальник вырабатывать стало поэтому тоже еще вопрос который надо решать а сейчас япония нам повернулась задом запчастей нету то есть сейчас только запасы на востоке которые есть надо успевать оттуда брать только с востока поедем краснодар а здесь еще поближе нигде взять нельзя но во владивостоке только спас дальний а лишь только там ну и краснодар несмотря на то что вроде и недалеко краснодар 170 километрах от нас но я не люблю туда ездить в принципе не люблю большие города эти бесконечные пробки но раз надо то едем и конечно вместе в этой торговой точке в краснодаре и я уже была с женей в том году и знаете мне что здесь и нравится живность которая гуляет между железок и покажи не определяется с покупками я с удовольствием разглядываю птичек и местных котиков люди молодцы конечно совмещают полезное с приятным и бизнес ведут и хозяйство тут же вот это мне и понравилось и кстати даже садик здесь есть какие-то посажены там деревца и 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 Продолжение следует... 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 Вот на таких затопленных участках и растет рис. Также мы остановились на преддорожном рынке. Помаленьку начали открываться точки. Сдалека меня привлекли арбузы. Но я не хотела их покупать. Просто хотела узнать, откуда они и сколько стоят. Но я не смогла по-нормальному снять. Поднялся очень сильный ветер. И я поняла, что съемки не получится. И могу вам лишь сказать, что арбузы к нам привезли из Ирана. Я рада за честность, что не выдают их за местные, как у нас это принято. И стоимость его 150 рублей за килограмм. Также было множество различных фруктов. Местная была клубника и черешня. Ну, собственно, то, что у нас сейчас в саду и растет. И стоили они 350 рублей за килограмм. Ну, а на сегодня все. Я буду с вами прощаться. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Меня будет это вдохновлять на создание новых видео. Всем спасибо. Пока-пока. И до новых встреч.